Крестиница Мы должны вернуться просто, чтобы сфотографироваться или посмотреть. В городе очень типичны вот такие улицы с цветами и особенно с решетками тоже на окнах. Но здесь они еще более простые. Мы увидим роскошные решетки. А в чем интересен этот дворец? Здесь когда-то вообще этот район изначально назывался Медина. Медина это по-арабски город. Потом стал называться Худерия, потому что посетил очень милей. Сейчас уже живет местное население, потому что миграторов здесь практически нет. Так вот, когда-то здесь были очень плохие условия. Это были очень нищие районы, очень бедные домики. Не было абсолютно ничего, ни воды, ни каких условий. Но жили здесь люди. И чтобы как-то украсить себе жизнь, они пытаются разукрасить дома вот такими цветами, дешетками и так далее. Так вот сейчас в городе будет такой конкурс. В мае уже четвертые цветы. Устраивается конкурс дворов. Открывают все соседи, которые хотят в этом участвовать. Это не обязательно. Но те, которые записывают на этот конкурс. Они открывают дворы, свои двери внутренние дворы. И существует трибунал, который оценивает каждый двор. Как он разукрашен, какими цветами, какими горшками, какими решетками. Один из самых лучших представителей этого библиотворя, который есть сейчас. Давайте зайдем, просто сфотографируем и увидим. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вот, да, вода, вода. Аравский колодец. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 круглой дверью сейчас мы с вами уже направляемся ближе к синагонии уже выходим как бы с худыри любят всякие ниши посмотри да сидит и ниши вишка красиво а Субтитры сделал DimaTorzok Аберроэс, но мусульманского происхождения, и выгнали его Аль-Муравиды, еще одна такая династия радикалистов, потому что считали его слишком либеральным. Почему? Он занимался одновременно изучением и теологии, и философии, то есть и религии, и веры, и философии. А в те времена это были две науки абсолютно несовместимые, ни в коем случае. Они, по их соображению, противоречили друг другу, то есть или одно, или другое. Вместе это нельзя было изучать, это было предательство религии. Поэтому его отсюда тоже выгнали, он тоже родился в Кордове, но в мусульманской семье. И выгнали его отсюда, сожгли его дома, сожгли очень даже, было много жертв из его родственников, которые жили в его доме. Так вот, его выгнали в Маракеш, на территории Марокко, и там он не скончался. Продолжение следует... 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 где-то в 16 веке и до 18-го, около 240 лет строили вот этот Кафедральный собор. Но Карлос I очень пожалел, что он повелел сделать такое, потому что, естественно, чтобы построить небольшой этот собор, надо было снести больше 300 колонн вот этой мечети гританской. Так вот, так как таких церквей было полно уже по всему миру, потому что вот такая декорация, такая структура встречается по всей Европе, и она принадлежит 16-18 века, он очень пожалел, что очень заурядная получилась церковь, и он истребил вот такое оригинальное произведение, как мечеть. Дело в том, что я всегда настаивала на том, что мусульманская архитектура намного крепче и умнее сделана, чем католическая. Вот и доказательства сказанного. Мечеть ни один раз еще не реставрировалась, потому что трещин никаких нет, опасностей никакой нет. Она была построена, начала строиться в 9 веке. Кафедральный собор стал строиться в 16 веке, и его уже второй раз реставрировали, потому что от сезмических вот этих движений постоянно открываются очень широкие и опасные трещины. о teachers, о каком мире? Не-а! ПОffこう! operation что-то проводилось, Update это!" что касается появляется А это не действующий, но по размерам остается второй самый большой вид. После мягки. Да. Так вот, если посмотрим на потолок, узнаем, какой он был. Потому что это точнейшая копия того, что было когда-то, но копия. А деревянная? Да, деревянная и крашеная, с красками, конечно. Они все одинаковые, причем сделаны по структуре. Красный мрамор, черный мрамор, красный мрамор, черный мрамор. Капители все одинаковые, потому что это как бы эффект приближения к миграмору. Мы сейчас находимся прямо у михрама. Вот это ниша, которая посередине. Здесь прекраснейший опуск. Здесь центр, где же внутри, идет миграмор, это сравнительно к католическому алтарю. Вот здесь михрам, вот здесь стоял представитель максимальный, религия с Кораном в руках. Без всякого микрошона есть, и другие родственники тоже не знакомы. И вот на всю эту церковь, вот эта мечеть, читал Харат. 35 тысяч было мужчин, потому что женщин нельзя было ни в коем случае. Харит, Харит все оставались на заре, они тоже в войне. Но мы правили, а здесь были только мужчины. И это считается одной из самых богатых систем мечей. Это самый богатый период халифата Гордовского, и это отражается также и в первую очередь на мечейке. Во-первых, уже немножечко другие. Это был подарок. Микраб никогда не расставляет золото. Который отправил по кусочкам, вот так вот все вместе, эту мозаику, а по кусочкам отправил сюда. Все это и отправил также мастеров. То есть он даже оплатил самих скульпторов, самих мастеров, которые должны были работать над этой мозаикой. Они все это здесь собрали, и получился вот такой подарок Абдараману Второму, потому что мы уже находимся с вами в период Абдарамана Второго и в зале Абдарамана Второго. С той стороны сокровищник, когда-то мечей, и теперь только федерального собора. Почему? Потому что на протяжении всего своего существования все религиозные учреждения получают какие-либо подарки, копят какое-то богатство. И все это они... Собода, как она... Собода, как она... Собода, как она... Собода, как она... Который мы уже сегодня с вами слышали на площади, который построил бывшую больницу. А самое интересное здесь вот это кустодия. Но еще раз настаиваю на том, что в туалет он будет видеть более роскошное сооружение. Хотя автор тот же самый, нет тот же самый. 16-й век. Серебро и золото. Чистое. Это не позолото, это не серебристое, а это серебро и золото. Все вместе. Около 230 килограмм. Все вместе. Дело в том, что здесь, например, торгоценными камнями не украшено. Автоледо украшено. И это то же самое, что мы видели уже с вами в Северии. Это комната, это сокрестия. Бывшая комната священников, которая на сегодняшний день является просто обыкновенным музеем. Извиняюсь. Позвучку, пожалуйста. Школа испанская, где рассказывается, как мусульмане дают ключи символические от их власти, преклоняются перед католиками и уже уходят. Вот приблизительное такое изображение, то же самое здесь. Видите, стоит уже католический император, и мусульмане к ним преклоняются и выдают ему ключи. Но это ключ символический. Как бы от власти они сдаются и покидают уже Испанию. В Кордобе покровителем является святой Рафаэль. Сан Рафаэль это еще один проповедчик католической религии во времена римлянии, которого тоже мучили, убили. И он стал покровителем Кордобы, потому что родом был из Кордобы. И на сегодняшний день очень верят в него местное население, очень верят святому Рафаэлю, молятся и действительно ощущают себя защищенными от его покровительства. Так вот, вот это он. В момент тоже, когда уже появляется из святых кардинал и обещает стать покровителем Кордобы, обещает, что он будет всегда оберегать этот народ и всегда его опекать. Вот это момент изображения. И уже та же самая история. Они были просто замучены, проходили разные испытания, которые вот здесь описываются в течение Римской империи, потому что проповедовали уже христианскую религию, верить только в одного Бога, а не в ноту. И им тоже, конечно, здесь есть большая память, хотя не такая, как, например, святому Рафаэлю. Благодарство далеко не мусульманское, начинается с 13 века, сбор всей этой коллекции с 12 века до 20 начинается набираться. Существуют материалы, то есть в основном присущим сокровищем, с гибром, золото и сароновая губь. Вот маркир, который в течение всех этих времен дарят аристократы, богатые себе, сами кардиналы, потому что кардиналы люди очень состоятельные, они сами покупают. Это принадлежит им обычно в течение их жизни, а потом они уже присматриваются и оставляют именно к федеральному собору. Вот это как цветение, вы можете. Тоже великий склон, на самом деле, уже нет такого богатства, нет такого влияния, такой силы. Если обратить внимание резко, это отражается на архитектуре. Уже не было того уровня и того качества, чтобы до сегодняшнего дня с украинской практически безупречной. И поэтому все эти стены, они уже обрезные, они уже старые, и вот они действительно нуждаются в декорации. Плюс еще, уже не употреблялся такой выносим материал. Почему? Потому что вот этот бетон с кирпичом, который мы видели в первом жалобе, они действительно очень стойкие. А в данном случае, если внимательно посмотреть, то, что красного цвета, это уже не кирпич, это краска. На самом деле, все, вся арка из этого материала, это тоже камень. И чтобы сохранить гармонии между всеми залами, просто стали красить такие, что вы должны быть кирпичами. А что касается того, если обратите внимание, полированы они не только там, куда доходят наши руки, потому что мы постоянно трогаем и они полируются. Но на самом деле, мы здесь наверху и внизу не полированы, потому что уже не было средств для этого. Только вот то, что мы... Все это вот здесь, вот так выставили, это постоянная определенная выставка, как-то иначе мы здесь. Если б мне всемогущество было дано, Я бы небо такое не зринул давно, И воздвиг бы другое разумное небо, Чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Вет вечерней шафранного края Тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, Ту, что сроду не пел хаям, Тихо розы бегут по полям. Сердцу снится страна другая, Я спою тебе сам, дорогая, Ту, что сроду не пел хаям, Тихо розы бегут по полям. Это уже не мечеть, а собор. Это явно уже чувствуется. Воздух прозрачный и синий, Выйду в цветочные чащи, В путник в лазурь уходящий, Ты не дойдешь до пустыни, Воздух прозрачный и синий. Шепот ли шорох или шелест, Нежность, как в лейта Гасана, В крепких объятиях стана, Нет ни тревог, ни потери, Только лишь в лейта Гасана. Вот он удел желанный, Все, кто в пути устали, Ветер благоуханный, Пию я сухими устами Ветер благоуханный. Нет, это паучка нормально, Сейчас освещение хорошее, Сейчас ел море весеное. Хороша ты, Персия, я знаю, Как светильники горят, И опять мне о далеком крае Свежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю, Я сегодня пью в последний раз Ароматы, что хмельны, как брага, И твой голос, дорогая шага В этот трудный расставание час Слушаю в последний раз Ну сильней дуй! Счастье, это пью в последний раз И хотя бы в последний раз В последний раз Главный п enrich Он не хочет руководить В последний раз Энергий Ставис Управленный Расскаж Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok